ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме высказали идею полной отмены технического осмотра для легковых автомобилей. Мол, это просто лишняя трата денег и времени, ничего общего не имеющая с безопасностью дорожного движения. Более того, автор инициативы, один из депутатов, обвинил ГИБДД в том, что она завышает статистику по авариям, произошедшим якобы из-за технических неисправностей. Главная причина ДТП, по мнению парламентария, плохое состояние дорог. ТРАССА СТО ОДИН А в Совете Федерации предложили разработать новую методику расчета стоимости техосмотра. Дескать, существующая устарела. То, что ТО в итоге может подорожать, гадалки не ходи. За легковой автомобиль придется платить до 1 тысячи рублей. Сейчас в Кирове ТО легковушки стоит почти 500. Кроме того, высказана идея передать полномочия по контролю за операторами ТО от Союза автостраховщиков в Федеральной службе по аккредитации. ТРАССА СТО ОДИН Машины с пробегом дорожают вслед за новыми авто. По данным агентства «Автостат», в феврале, по сравнению с январем, цены выросли почти на 3%. А за последний год – на 12,5%. Средняя стоимость легковушки на вторичном рынке сейчас составляет 700 с небольшим тысяч рублей. Впрочем, все зависит от конкретной модели и года выпуска. ТРАССА СТО ОДИН Дорожные камеры, штрафующие водителей за разговор по телефону и непристегнутый ремень, работают уже не только в Москве, но и в Московской области. Пока они функционируют в тестовом режиме. Специалисты говорят, что новшества можно запустить в любом субъекте, где комплексы фиксации нарушений ПДД не слишком старые. Многое будет зависеть от активности региональных властей. ТРАССА СТО ОДИН В середине весны Volkswagen представит свой самый большой внедорожник. Модель получила название «Талагон». В длину она достигает 5 метров 15 сантиметров, колесная база – почти 3 метра. По предварительным данным, в линейке моторов будут присутствовать бензиновый атмосферник объемом 2,5 литра, а также двухлитровые турбомоторы мощностью 186 либо 220 лошадиных сил. Трансмиссия – 7-ступенчатый робот, привод полный. Машину в первую очередь начнут продавать в Китае. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин